Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Сегодняшняя передача будет названа «Наука и религия. История надуманного конфликта». Все чаще мы слышим некие упреки со стороны ученых в адрес церкви, в адрес религий, того, что это все очень ненаучно. Это слышится в том числе со стороны атеистической пропаганды, либеральной пропаганды о том, что религиозное мировоззрение по своему уровню гораздо ниже научного. И что вообще наука преодолела религию. Вот сегодня мы поговорим об этом в нашей студии с доктором физико-математических наук, с профессором Самарского государственного технического университета, с членом американского клуба математиков, с Геннадием Анатольевичем Калябином. Здравствуйте, Геннадий Анатольевич! Здравствуйте. Ну вот, я тему обозначил, и мне бы хотелось, наверное, первый вопрос вообще задать, чтобы начать нашу беседу. Действительно ли научно-религиозные знания друг другу противостоят, и как давно, если это противостояние имеется, оно началось? Ну, это, как сказать, совсем наоборот лучше сказать, что в древности фактически одни и те же люди занимались и наукой, и религиозными какими-то учениями. Это египетские жрецы, потом, скажем, очень известный Пифагор, он свои вот учения, свои теоремы, свои учения о числах, он как-то связывался с религиозными какими-то концепциями. То есть, и в дальнейшем это продолжалось. Например, вот, тоже математик, я сам математик, и философ-боец, и он очень известен был долгое время, сейчас он несколько забыт, был очень популярен. Мученик, мученик, христианский мученик. Ну, и исламские тоже богословы, и они были же учеными. Альфа-Раби, врач Авиценна, Парацельс. Это все люди, являющиеся какими-то даже церковными деятелями, и в то же время большими ведущими учеными своего времени. Вот. И эта вот такая картина продолжалась весьма долго, и даже в начале 19-го, в конце 18-го века вот ученые, естественники, они рассматривали свою деятельность как вот познание замысла Всевышнего. В законах природы, данных Богом. И радовались как бы открытию, вот, возможности открыть, раскрыть замысел Всевышнего. Преоткрыть премудрость Творца. Вот это у него была какая-то главная мотивация, значит, не только там какие-то. Интерес был именно вот любознательность. Познать, как же Бог все это сотворил, какие действуют законы. Это вот продолжалось, ну, до конца 18-го века. И вот только в 19-м веке, в середине где-то, и особенно, конечно, в 20-м веке, под влиянием именно распространяющейся концепции дарвинизма стал возникать вот именно конфликт. То есть конфликт появился в конце 19-го века, вот после Дарвина. До этого были отдельные ученые, имевшие такие атеистические взгляды, но в целом считал, что это очень хорошо, очень правильно. Это гармонично согласуется. Учение о Творце и наблюдаемый мир. Ну, даже, насколько я помню, такой атеист Альберт Эйнштейн говорил, что, в общем-то, физикой он занимается для того, чтобы постичь мысли Творца, то есть хочет узнать мысли Творца. Да, ну, о Эйнштейне, конечно, можно много говорить, у него своеобразные религиозные взгляды, но он предполагал, что, значит, Бог существует, что он очень изощрен, и вот поэтому трудно понять, но он, так сказать, не злодомерен, он не пытается нас запутать, обмануть. Ну, вообще говоря, Эйнштейн, как вот и философ Спиноза, которого он так прямо цитирует, являлся пантеистом, то есть Бог для него был равен природе. Бог – это то есть природа. Вот эта точка зрения очень распространена, то есть обожествление просто природы, не только каких-то отдельных светил или там каких-то деревьев священных или чего-то еще в природе, а самой природой, что она вся как бы пропитана вот этим. Ну, этот Бог Эйнштейна, он, как сказать, Бог ученых, он безличный, безличный. Вот. Ну, вот это вот пропадание веры и вот противостояние науки и, скажем, христианства, оно сопровождалось как раз в то время падением морали и нравственности. Вы можете только сравнить, что, как были люди, какие были в 18 веке там и так далее, и с теперешними людьми. Просто вот возник культ силы, жестокости, наживы, наслаждений. Это все как раз вот в это время. Так что все эти свойства были и раньше у людей, они им свойства. Но увеличение огромное произошло. Появилась такая совершенно непонятная вера в прогресс. Вера, что все улучшается, что природу можно покорить и от нее взять все, значит. И на самом деле не покорение природы происходит, а ее уничтожение фактически. Сейчас земля отравлена, так сказать, океаны там, все находится в критическом... Природа нас как бы едва переносит людей. Вот. И, значит, предполагало, что наступит изобилие благ, доступных всем. Все будет очень хорошо жить. Ну, и вот, то есть, с 20 века количество верующих, открыто выражающих свою веру, уменьшается. Ну, сейчас вот по подсчетам социологов, где-то 15% всех научных работников является верующим. У меня вот вопрос в связи вот с этим. Вообще, в принципе, я так понимаю, сейчас главное противостояние заключается в том, что, ну, где-то вот на рубеже 20-21 века, и 21 век это, наверное, сейчас такой особо прогрессивный научный такой вот, как сказать, научный поиск, наука вновь начала заниматься вопросами, которые в свое время раньше были вопросами религии, богословия, то есть, кем сотворен мир, его вещество, вещество всей Вселенной, да, и так далее, и так далее. Так вот, в принципе, наука может доказать или опровергнуть бытие Бога? Вот, насколько я понимаю, главная цель вот так называемого научного атеизма, о котором мы тоже поговорим чуть позже с вами, попытка доказать, что Бога нет. Вот это все, Гагарин в космос летал, в Бога не видал, и так далее. Да, по поводу Гагарина известно, что он открыто высказывался, что он видел Бога, в силу чего было построено его крушение. Ну, оно было сделано тонко, доказать трудно, но то, что он высказывался, Королев, скажем, его, тот, кто посылал его в космос, был глубоко верующим человеком Королев Сергея Павловича. Он посылал все свои премии, огромное ему, Хрущев давал премии еще, он посылал в Троице Сергею Лавру. Это совершенно, то есть, очень много лжи здесь, просто очень много лжи. На самом деле, люди как бы ощущали, Бог как бы является и в обыденных явлениях природы, и в чудесных явлениях, то есть, двояким способом. Вот. Но вот тут вот это давление атеистическое, оно, значит, настолько стало сильным, что ученые именно должны, как я уже говорил, значит, должны как-то скрывать свои взгляды. И вот на одной конференции я был, значит, в Филадельфии в 2004 году, и вот там такой нобелевский лауреат Чарльз Таунс, он изобретатель Лазера, вместе с нашими, значит, академиками Басовым и Прохоровым. Ему уже где-то сто лет сейчас. Ну, такой хорошо выглядит еще. Он очень религиозный. Он говорит, я все время, всю жизнь скрывал до получения Нобелевской премии. Открыл свои взгляды только когда мне ее дали. Иначе, говорит, я бы ее не получил. И там, в таких конференциях по науке религии, они происходят в США, в Англии, во многих странах, в Восточной Европе. Просто люди говорят, что они скрывают свои взгляды, чтобы их не помешало их карьере. То есть сейчас просто такое чисто вот идеологическое запугивание. Вот. А что относительно того, что, значит, вы спрашивали... Да, про может ли наука опровергнуть? Может ли она... Значит, это уже... И доказать бытие Бога. Я даже, я даже кратко могу сказать, что этого правильного тогда не может. Это совершенно очевидно, потому что Бог есть то, вот как говорил Ансельм, архипеткоп Ансельм Контерберийский, Бог есть то, выше чего нельзя ничего помыслить. То есть это есть нечто самое высшее. И опровергнуть, что это высшее существует, ну, как бы совсем невозможно, логическое. То есть вот это доказательство Ансельма, бытие Божие, оно логическое, какое-то странное, конечно, но совершенно математическое или логическое безукоризненное. То есть опровергнуть нельзя. Доказать тоже нельзя. Наука не может доказать. Потому что Бога можно узрить только имея чистое сердце. И вот какие-то достижения, открытия в науках или в чем-то еще, каких-то явлениях, звездах, в живой природе, непосредственно, скажем, в океанах, в горах, в вулканах. Все эти явления, значит, они на одних производят такое впечатление, что вот эта рука Божия, вот открылось нам что-то, вот мы видим. И премудрость Творца являют, явления природы показывают премудрость Творца одним людям. А для других все эти достижения научные, это или карьерные какие-то моменты, там, стать академиком или еще. А вообще наука рассматривается как средство повышения комфортности жизни, эффективности, вот новое производство, возникли технологические прорывы и так далее. Ну, а еще есть многое, что у людей, которых вот научные сведения, научные данные, это повод показать свою осведомленность, что вот он, такие концепции модные он знает. То есть, ни доказать, ни опровергнуть бытие Божие, значит, наука не может и даже такой возможности нет. Но желающим может, кто хочет, тот... Именно это зависит от сердца. То есть, правильно я понимаю, наука, ну, главным образом, наверное, физика, она изучает некий закон, закон, который лежит в природе. И изучая закон, можно только лишь восхвалять законодателя. То есть, того, кто этот закон некогда в природу вложил. Совершенно верно. Так и было у основоположников науки. Значит, именно так и было у основоположников науки. То есть, ну, как сказать, ну, кто основоположник науки? Ну, можно назвать Коперника. Вот Коперник, он такую систему, он ее рассматривал, свою систему, в центре которой находится Солнце, во-первых, как более удобную, более, так сказать, хорошую, красивую, и, во-вторых, более близкую к священному писанию. Сам он был не каким-то там атеистом, он был церковным деятелем, можно сказать, наместником какого-то монастыря. То есть, совершенно известный, известный такой, значительный церковный деятель. Публиковал свои книги о системе мира своей, вот, Коперниковской. Совершенно открыто. Ну, тогда были тиражи, например, 200 экземпляров. Это считалось совершенно огромным тиражом. Вот, и до сих пор есть несколько десятков книг, изданных при жизни, ну, не при жизни, а в конце жизни. Кончался. В конце жизни Коперника. То есть, это совершенно никак не запрещало. Наоборот, это приветствовало, считалось, что все хорошо. И только позднее, несколько, в начале 17 века, ну, то есть, когда вот у нас была смута, вот, приход к власти династии Романовых, значит, падения, вот, предыдущая династия Рюриковичей. Вот, в этот момент примерно во всей Европе были тоже очень такие волнительные события. И была 30-летняя война. И вот, поскольку протестанты принимали учение Коперника, как правильное, а католики, паписты, так скажем, они, латиняне, значит, настаивали, что Птолемей. И именно по этой причине, так сказать, запрещали. Книга была, Коперника была запрещена, но ее никто не сжег, не изъял, просто убрали все. То есть, когда война кончилась, она тут же была опять, ну, то и распространялась. Значит, вот Галилей, как тоже основоположник, он сам, он вращался в кругах герцогов Галилеи. В основном, не только, значит, в Флоренции, в Падуе. Вот он здесь, да, значит, открыл в 1609 году, открыл, как раз у нас было, как раз, было в этот момент отравлен, значит, Шуйский, Скопин-Шуйский, как раз один из важных претендентов продолжателей, значит, он последний, можно сказать, был отравлен. И потом уже смута полная и так далее. Вот. А в это время Галилей изобрел телескоп. И сделал сразу много открытий. В частности, у Юпитера обнаружил 4 спутника. Они большие. Сейчас известно, что эти спутники больше Земли. Он их подарил, подарил в кавычках, герцогу Медичи. Ну, тот ему много денег давал, конечно. Финансировал, спонсировал, назвал их медичейскими звездами. Герцог был очень доволен. Свои какие-то звезды есть. Он подарил ему телескоп. Он смотрел на свои звезды. Ну, около Юпитера такие маленькие точки. Я тоже как-то видел в телескоп Юпитер со спутниками. Вот. И для Галилея это был как раз очень наглядный повод, или, как сказать, пример, аналог Солнечной системы. Вот система спутника Юпитера – это как, что планеты – это спутники Солнца. Для него это было очень понятно. Вот. Ну, как уже в школе и везде, так сказать, раздували атеисты, что был конфликт Галилея и судилище, так сказать. На самом деле было несогласие Галилея с некоторыми кардиналами. Он вообще был как бы церковный деятель, можно сказать, почти был какой-то или околоцерковный деятель. Ну, его друзья были, папа римский. Вот так. Но у него был, он сам был немножко конфликтный. Некоторые вопросы и церковные, и даже научные, он толковал неправильно. Ошибки всем свойственные. Но он, значит, был несколько такой упорный. Его предупредили, что поскольку идет война, то такая настоящая, тяжелая 30-летняя война началась как раз с Германией. Значит, что не надо, не надо особенно распространяться о системе Коперника. Он дал обещание, после чего написал большущую книгу, диалоги, и издал ее в Германии. Где излагают в утвердительной форме систему Коперника, а один из участников там, персонажей этих диалогов, похож на папу римского и играет роль такого просточка, дурачка. Ну, очень, и издал за границей в воюющей стране. Война была страшная. Было убито больше половины населения Европы. Половина населения была убита. Страшнейшая война. Таких сейчас, я даже не знаю, есть ли такие. Сейчас таких войн уже нет пока. Такой силы, какие были во время Галилея. Он был осужден. Там описывают, что там какое-то мучение, устрашение, запугивание. И вот он отрекся. А вот фразу о все-таки анаверсице, которую он якобы сказал, на самом деле произнес один из его друзей-инквизиторов. Инквизиторы были его друзьями. Они его просто наказывали за то, что он просто нарушил, опубликовал книгу в чужой стране. В иностранной, в ображдебной стране. Против своей страны. Из-за этого была такая ситуация. Он попал, осуждение состояло в том, что его посадили на дачу, на его собственную дачу. Ну, домашний арест. Большая дача. К нему могли люди приезжать. Ну, там сидел представитель от инквизиции. Он записывал всех, кто приезжал. Он там мог даже и какие-то статьи, какие-то бумаги передавать этим людям, приезжающим. Ну, особо препятствия не было. Он не мог только уезжать из этой своей дачи. И там он, сидя там, ну, может быть, лету, может быть, может быть, больше 10 лет. Там он, кстати, ослеп. Ослеп он не от каких-то мучений, а от того, что очень любил смотреть в телескоп на солнце. Закрывал с такими закопченными стеклами, но там солнышко пробивается, что все равно. И вот так он погубил свое зрение. Постепенно он ослеп, потому что у него была такая страсть смотреть на солнце. Вот пятна вот эти виды смотреть. Иван Анатольевич, у нас не так много времени осталось до конца эфира. Мне бы казалось, мне кажется, важно еще, может быть, каких-то известных нашим телезрителям и ученым сказать, что они тоже были глубоко верующими людьми. Естественно, естественно, значит, конечно, это несомненно. После Галилея можно назвать Паскаля, который, может быть, даже был еще более христианин, такой убежденный, верующий, имел такие большие духовные переживания в связи с своей верой. Он сделал очень много добра, такой человек. Он не был интриганом каким-то. Насколько помню, он вообще хотел быть священником больше, чем Паскаль. Паскаль, да. Паскаль, да. Но его само имя Паскаль, Пасхальный. То есть он как бы... Он жил в монастырях. На самом деле он был девственником и был, может, фактически монахом. Ну, таким как бы сам по себе монахом. Вот. Очень известный. Но потом Ньютон. Потом Ньютон. Помимо, скажем, двадцати томов научных, важных трудов, он примерно столько же писал богословских трудов. Он был разнообразным очень. И считал себя богословом. Считал себя очень... Это же, по-моему, его книга «Толкование на пророка Даниила». Да, книга на пророка Даниила. Потом, я не помню, об Абокалипсии. Об Абокалипсии он что-то писал. По крайней мере, у него есть просто большие письма. Он отдельный богословский вопрос. Ну, письма, скажем, 150 страниц. Вот Ньютон. Он считал себя, конечно, богословом. Вот. Затем русский Ньютон. Это Михаил Васильевич Ломоносов. Вот он, кстати, очень правильную фразу, она сейчас все время употребляется. Все поняли это, что это так. Что Бог дает как бы человечеству две книги. Вот. Священное Писание, чтобы он понимал волю, волю, так сказать, создателя. И природу, книгу природы, чтобы он там понимал премудрость, всемогущество. Чтобы вот эти две книги должны дополнять друг друга. И только лишь злонамеренные люди, их приводят в противоречие. Видите, когда он давно это все предвидел. А он был величайшим ученым. Роль Ломоносова или его, так сказать, оценка в нашей стране, она занижена. Занижена. Ну, если, скажем, у Ньютона роль, конечно, не занижена. Может быть, нормально. А у нас занижена явно. Но как о богословии Ньютона нередко кто говорит. И в школе об этом замалчивается. В последнем издании сочинения Ньютона все богословские труды выброшены. У него из 80 томов осталось 20. Все. То есть, чем дальше идет время, тем это богословие все отбрасывается. У него много других было работ исторических. Все отбрасывается. То есть, конечно, он там почитается в Англии весьма сильно. Гораздо больше, чем у нас Ломоносов. Хотя они так равны. Для нас они равны. Должны быть равны вообще-то по своим. По роли в государствах своих. Ломоносов, потом Лавуазье. Это создатель химии. Продолжатель Ломоносова. Он был даже казнен за то, что вежущий. Во время революции французской. Потом все вот эти единицы физические. Ампер. Это фамилия же, правильно? Вольта. Ом. Эрстет. Джоуль. Фарадей. Вот Фарадей изучал электромагнитную индукцию. Все двигатели наши, электричество. Это все от Фарадей идет. И вот он часто очень. Он самоучка. Фарадей тоже очень интересный человек. Он самоучка. Всегда в лаборатории. Ему королева создала хорошую лабораторию. Условия для жизни. Он имел Библию. Читал ее. И хватался за голову все время. И его спрашивают, что вы хватаетесь за голову? Здесь все написано, как жизнь. Вот как правильно жить. А люди этого не делают. Его это удивляло. Он был очень верующим. Геннадий Анатольевич, наше время, к сожалению, сегодня подходит к концу на сегодня. Спасибо за очень интересную, насыщенную беседу. Спрощаясь с вами, дорогие наши телезрители, я бы хотел несколько резюмировать наш разговор. Во-первых, я хотел познакомить вас со своим преподавателем. И курс, который преподавал Геннадий Анатольевич в семинарии, курс, естественно, научной апологетики, был моим одним из самых любимых. Потому что действительно снимаются очень-очень многие вопросы. Не верьте всему на слово. Проверяйте. Проверяйте информацию. Читайте и об ученых, и о том, насколько они были атеистами, как это преподносится сейчас в современной историографической науке и так далее. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова